Назвычайный полномочный посол Словацкой Республики в Республике Беларусь Йозеф Мигаш сегодня наведал Ельск. Тут прошли мероприемства, присвеченные памяти национального героя Словакии и героя Советского Союза Яна Налепки. Именно тут начальник штаба 101-го Словацкого полка в 1943 году разом с боевыми сябрами перешел на бок белорусских партизан. Ян Налепка стал свой особливым символом братерства двух народов, які змагаліся за гульную перамогу. У Ельску пабываў Олег Синцероў. Дом, ў якім пачас великая чыны, ў Ельску жыл Ян Налепка, захаўся до нашага часу. Правда, пасля ваенны господары крыху змянили ёго знішній выгляд. Кажыць, пешы, што зарабіў начальник штаба 101-го Словацкого полка, калювайшоў гэты дом, выкінув за яго партэрт Гитлера. Историчны кленицы свечыць, яща до пероходу до партизан, Ян Налепка створил ў полку антифашистскую групу. Словаки передавали местовым жахарам информацию о ситуации на фронте и не выконывали распоражение оккупационных уладов об ворозьбе с партизанами. У городским кризнашу музею Яну Налепку присвятили целую экспозицию. Тут и фотосдымки, и документы, и литература. Герои, выдадіная ў Беларусі і Словакі. Хоть супрацовники музея рассказывают не тільки про боевых шлях капитана, ян часто допомагал местовому населецу, яко я покутывала от голоду і хвороб. Очень-очень заболела. И она, когда он зашёл в землянку, увидел меня, что я совершенно больная, он говорит матери, что с твоей дочерью мать? Она говорит, больна. Она умирает. Он дал ей таблетки, дал ей хлеба, потом ещё раз пришёл, дал ей лекарства. Она говорит, благодаря ему я осталась жива. И не только ей он помогал, он и другому населению помогал. Именно медикаментами, продуктами. Ян Налепка загинул ў 1943-м годі пачас боёв в Украине. Яму был ўсяго 31 год. Сёння яго імя ў Ельску носить адна з городскіх воліц і піанецкая дружына. А прачатаго, яще ў 1962-м годі геройі СССР у Ельску становіли помнік. В 2015-м яго замінили на боч сучасны хранітны. Пачас митингу выступаюча ўзгадуюць партизанский шлях словаскага геройя, які командову от радам і дадаюць. Ён был адважным байцом, добрым чалавекам і суправдным славянином. Учас, калі пратпрымаецца спроба перапісаць гістарю другой су святны вайны, захваць гістарічну правду особлива важна. Аб гэтам жа размыва і пачас царамэні відкріця обласных спаборницў пам'яні футболі Сярот Юнакоў пам'ять герой СССР Яна Налепке. Тё літа турнір проходит ў девятый раз. Пасол Словаскій респубіки не виключає, що ў ближайших турнірах у делу спаборницў може приняти команда з яхо країны. На думку Йозефа Міхоша, тёня ўугуле необхідно бошу ваге надавать розвитю народной дипломатой, адновивши практику обмену молодёжными, спортивными і творчими делегациями. Прихоў пазні, наведаючу выставу товару, які вырабляюцца ў Йозеф Міхош кажа, що посольство Словакі будзе садзінчаць выдачі віз для вошў худкаха усталявання контакту і пам'яжь бізнес-партнёрами. Конкретная сфера супрацовництва пачас візіто не агочуваецца, але ў рай ваканками кажуть, що перспективныя на керунки ёсць. Налаживаць отношэнам между малым і средним бізнесом, ну, например, того же района Списка Новавес, где родной дом капітана Яна Налепке, потенциалом, который я увидел, и в деревообработке, и в сельском хозяйстве, и в мебельной промышленности, и в лесном хозяйстве, есть о чём говорить, и создавать проекты, и связывать инвесторов, и частных, и государственных, и пускай реализуются проекты, которые становятся новым символом наших отношений на современном этапе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова